Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы думаете, что это? Это, конечно же, мукбанг. Сегодня я такая вся из себя нарядилась. Показала вам лук в своем инстаграме. Я думала, что меня хоть немножко будет видно, но я ошибалась. Да, к сожалению, мой прикид вы не видите. А видите еду? Это домашний фастфуд. Ссылочка в инфобоксе. Переходите. Обязательно. Очень вкусная штука, которая готовится просто на раз-два. Посмотрите. Макаем в мой любимый сырный соус. Просто в комментариях все спрашивают, айка, куда же делся твой любимый сырный соус? Да вот он. Просто он исчез, немножко поднадоел мне. Как же это вкусно. Внутри сосиска, сыр и картошка. Просто идеально. Не знаю, я сегодня так отделалась, знаете, в таком восточном стиле, так скажем. И в последнее время мне так хочется носить длинные юбки в опол. Не знаю почему. Вроде бы это неудобно, это уже не модно. Но мне настолько хочется купить такие юбки. Прикупить что-то, что у меня есть, например, длинные носить. И у меня сразу просыпается айка, которая боится вашей критики. Вот я начну одевать эти юбки, которые по пол. Сразу комментарии. Привет из 2010. Это сейчас не актуально. У тебя нету вкуса и так далее. И в этом плане быть блогером не так уж и хорошо. На меня, если честно, влияет чужое мнение. Мне крайне неприятно, когда мне такое пишут. А такое пишут иногда в инстаграме. И поэтому иногда ты не можешь одеть то, что ты хочешь, сфотографироваться и выложить просто из-за этих комментариев. Потому что они, если честно, немножечко меня обижают. Ну как бы оно ни было. Знаете, модно, не модно. Если тебе нравится, я считаю, что если ты комфортно себя чувствуешь в этом, то надо носить. Завтра обязательно сниму для вас рум-тур. По-моему, я для вас рум-тур не снимала. Я снимала хаус-тур. То есть я назвала рум-тур моего дома. Я почему так назвала? Потому что рум-тур набирает больше просмотров. Вот это вот именно название. Поэтому я решила так назвать. Как же вкусно. Эта штука называется домашний фастфуд. Готовится быстро. Легко. На раз, два и три. С тех пор, как я снимала хаус-тур, кое-что изменилось. На полочках у меня все по-другому лежит. Да и вообще подписчиков больше стало. Многие даже не могут это видео найти. Оно лежит где-то там, в глубине моего канала. Я подумала, почему бы нет. Можно снять. И вам интересно. И мне приятно. Тем более, в свободное время оно есть. Тем более, я не смогла таки скачать Sims. Подводит мой компьютер. Компьютер пишет, что в файле содержится какой-то вирус. Как я расстроилась. Вот честно. Прям до слезы исчезла. Я так хотела поиграть. Я так хотела снять для вас хотя бы одно видео. Let's play. Обожаю эту игру. Но, к сожалению, оно не запускается. Вообще, у меня на компьютере стоит какой-то китайский Windows. Когда я покупала компьютер, на нем не было Windows. Раньше так продавали. Ну, как раньше. Два года назад я покупала. Мне сказали, что вы должны после покупки компьютера пойти к программисту и установить Windows. То есть, у нас это все работает так. Что я и сделала. И пошла и установила какой-то китайский Windows, который ужасно барахлит. К сожалению, у меня нету для канала материала, например, на неделю программу. И если я свой ноутбук отдам программисту, как я буду монтировать свои видео. Я уже приучила свою аудиторию, что каждый день минимум одно видео будет. И уже как бы народ привык к этому. И когда нету, я понимаю недовольство своих зрителей. Хотя, знаете, что можно сделать? Можно отдать компьютер программисту, а снимать видео на телефон. Тем более, мой микрофон подходит и для телефона. Да, и для телефона, но только не для айфона. К сожалению, здесь нету такого разъема. На мой Samsung подходит этот микрофон. А на этот телефон, видимо, нет. обожаю листья салата. Когда у нас был частный дом, мама всегда сажала. Сажала листья салата, и они там и оставались, вяли, потом мы их просто выдергивали и выбрасывали. Когда у тебя было это в огороде, прям буквально в двух шагах. Все свежее, все без химии. Мне совершенно не нравилась зелень, и вообще не нравился этот салат. Я думала, кто его покупает вообще? Кто его вообще сажает? На хрена сажает? Я бы вам спрашивала, зачем мы сажаем этот салат, но его все равно не едим. А сейчас обожаю. Мы находимся в самоизоляции, и что-то сегодня я открыла форточку, не форточку, окно открыла, и просто дышу этим свежим воздухом, потрясающая погода, и птички поют, и так думаешь, вот бы частный дом, домик какой-то, гамак туда, чай. Я бы во дворе сидя снимала для вас мукпанк. А раньше, когда у нас полчастный дом, я мечтала о квартире. Но мне кажется, квартира это более безопасно, потому что через окно никто к тебе забраться не сможет, только через дверь. И то у нас везде стоят камеры, ну как везде, внизу. Поэтому вероятность того, что тебя ограбят намного меньше, чем в частном доме. Нас один раз даже ограбили, после этого мы решили продать этот дом. Я вам рассказывала, да, историю, как нас ограбили. Ну просто иногда, знаете, хочется суббота, воскресенье. Карантин. Поехал себе на дачу. Шашлыки. Мукбанк. Одна девочка под видео, где я кушаю роллы, написала, что ты очень сильно, говорит, тебя балуешь, всегда стараешься кушать что-то вот вкусненькое и так далее. Можно же просто домашнюю еду, там, не знаю, снимать. И дешевле обойдется. Знаете, каждый человек, он тратит на что-то, да. Есть люди, они покупают, например, очень дорогую одежду, кто-то, не знаю, ну, покупает, например, косметику от Шанель, к примеру, да. Я обхожусь каким-то Революшн, Ревлон, Мэйбелин, не знаю, Максиму Лориаль. Я предпочитаю тратить на еду. Потому что это делает мое настроение. Я становлюсь счастливой, когда я кушаю. Кушаю что-то вкусненькое. Посмотрите, как это вкусно. Это сыр. А здесь, значит, сосисочка, очень вкусная. И еще картошка. Знаете, какой аромат стоит, как в KFC, как будто баскет покупаешь. Вот реально. Ссылочка в инфобоксе на рецептик. Кстати, я выписала здесь пару вопросов очень интересных под последним моим видео. И здесь девочка задает вопрос, смогла ли ты выйти замуж, если бы его порекомендовали тебе родственники. Вообще, как ты к этому относишься? Я вам скажу так. Если, например, мои родители мне посоветуют какого-то, например, парня, он наш родственник, но дальний, так, например, очень дальний, я не против. Я против родственных браков. Когда двоюродная сестра, например, женится двоюродным братом, выходит замуж за двоюродного брата. Но если это папиного друга, сын, почему нет? Вообще, брак по расчету это неплохо. Любовь, она проходит, а расчет остается. Вот часто читаю комментарии, вижу, что там пишут про моего парня, что типа, не знаю, мы родственники, но я вам скажу, что абсолютно нет. Я бы хотела, чтобы мы были одной национальности, но это, к сожалению, не так. Потому что проще, потому что мы лесгины, у нас есть свой язык, и прям бабушка говорит на лесгинском и получается, что он не будет понимать, что она говорит. Но если вас хотят познакомить с кем-то, почему нет? Что вы теряете? А вдруг понравится? А вдруг судьба? Не знаю. Вот у меня подруга всегда говорит, если судьба, он будет всю жизнь бегать за мной. Вот если судьба, если я ему действительно нужна, после того, как я пять раз сказал нет, он опять мне позвонит, опять а нет, может быть, когда-то с нашими мамами это работало, сейчас. Если ты говоришь нет, человек поворачивается и уходит за того. Идеальное сочетание. Просто попробуйте это приготовить, вы мне скажете спасибо. Следующий. Я думала, что я не смогу съесть, потому что это все калорийное. Сыр, сосиска. Теперь я понимаю, ерунда. Следующий вопрос про рост. Смогла ли я бы встречаться с парнем, который ниже меня? Мне кажется, вот этот вот стереотип, когда девушка высокая, фу, это дыл, это уже сломали, мне кажется, Тимати и Решетова. Они прекрасно смотрятся, отличная пара, какая разница, кто выше. Самое главное, не внешние данные. Самое главное, чтобы люди были счастливы. Вот я недавно в сиктоке наткнулась на пару, они выложили свои фотографии. В общем, мужчине 33 года, но он выглядит где-то на 50, а девушке 21 год, и она выглядит где-то на 19. Откуда я знаю эту информацию? Она просто подписала, видим, очень много вопросов было касательно этого. И вы бы видели, насколько они счастливы. у меня средний рост, я метр 68, метр 69 вот так. я не хотела быть ни выше, ни ниже, вот идеально для меня. Какая же вкуснотища, ребята. на этом все. На этом все. Если вы тоже кушали вместе со мной, то приятного вам аппетита, если вы продолжаете кушать. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита всем. Пока.